Пашинян и его команда, образно говоря, находятся в состоянии цейтнота и цукцванга. Поясню, цейтнот в шахматах означает недостаток времени для обдумывания ходов. Цукцванг означает то, что любой ход игрока ведет к ухудшению его позиции или поражению. Употребляя термин «Я имею внутри политические баталии». Об этом в беседе с Минвал заявил руководитель аналитического центра 3RD View Рауф Раджабов, комментируя стерею армянских СМИ и телеграм-каналов по поводу планов Азербайджана установить КПП на одной из дорог, перешедших под его контроль, на участке от областного центра Зангизура-Кафан до поселка Чакатен. Наш собеседник напомнил о том, что власти Армении должны сделать конкретные шаги в направлении улучшения отношений с Азербайджаном и Турцией. Улучшения армяно-азербайджанских и армяно-турецких отношений оказались в одном кейсе, и уже никто не в состоянии разорвать эту связку. По этой причине армянская сторона предпринимает определенные шаги для создания напряженности на госгранице и линии соприкосновения. Тем более, что на границе между Азербайджаном и Арменией до сих пор не проведена делимитация и демаркация. Но именно в этом вопросе Ереван рассчитывает, как ни странно, на Европу, а не на Россию. По этой причине напомнил Раджабов и активизировался официальный Брюссель. Евросоюз выразил готовность участвовать в процессе демаркации и делимитации на границе двух стран. Вопрос в том, что как Брюссель видит свое участие в этом процессе. Тем более, что у Брюсселя на руках нет необходимых карт. Азербайджан и Армения не входили в Евросоюз, и эта граница никогда не была внутренней границей европейского сообщества. То есть, налицо полное отсутствие у европейской стороны каких-либо инструментов влияния. Но у ЕС есть политико-экономическое влияние на Ереван. Тем более, что ЕС планирует оказать помощь Армении в размере 2 миллиардов 600 миллионов евро. Поэтому Пашинян в данной конфигурации пытается играть, но все это чревато серьезными коллизиями на границе, либо возможны и различные иные форс-мажорные ситуации. Все это может привести к тому, что Баку прекратит любые контакты под эгидой Минской группы ОБСЕ и даже трехстороннего соглашения. И, высказав конкретную позицию, может оказать давление на Армению, вынуждая подписать политическое соглашение, подчеркнул эксперт. При этом он напомнил о том, что Россия, в рамках трехстороннего соглашения, а также Минская группа ОБСЕ, в формате Россия и США, Франция, заявили, что поддерживают реализацию документа, подписанного в ноябре 2020 года. Тем временем Ереван в лице Пашиняна и его команды не идут на подписание политического соглашения с Азербайджаном, так как это равноценно признанию территориальной целостности Азербайджана. Дело даже не в трехстороннем соглашении или Минской группы ОБСЕ. Это требование времени, подписание политического соглашения, признание Азербайджанской Республики и, соответственно, Республики Армения, только это является правовой базой по реализации всех вопросов между Баку и Ереваном, добавил наш собеседник. Что касается Турции, то официальный Ереван, а не Армения в целом, старается добиться реанимации Цурихских соглашений. Тем более, что они даже были направлены в парламенты обеих стран. Только в парламенте Армении они были сняты с повестки дня. Поэтому Ереван старается, чтобы Европа и США оказали давление на Анкару, чтобы реанимировать Цурихские соглашения. Однако, очевидно, что это не вытекает из интересов Азербайджана-Турецкого альянса, так как в соглашении, подписанном в 2010 году, отсутствовал азербайджанский фактор. Именно поэтому Пашинян и команда делают все возможное, идут на различные провокации. И потому не исключено возникновение напряженности еще на каком-либо участке госграницы или на линии соприкосновения. Однако Пашинян и его команда не понимают, что их поезд давно ушел. У них нет времени и возможных ходов, которые сведены к минимуму. Остается лишь подписать соглашение с Азербайджаном и признать территориальную целостность друг друга. А он на это не идет. Ничего удивительного в этом не вижу. Ереван продолжит провокации. У Армении остается единственный дешевый ход – создание новых провокаций, чтобы взбаламутить все вокруг, только не в своей стране. Почему не в своей стране? Потому что армянский народ не хочет воевать и гибнуть на территории чужой страны. И Пашинян победил на выборах исключительно благодаря этому фактору, отметил Раджабов. Как считает эксперт, Пашинян и его команда должны понять, что они ответят за все это. По мнению Раджабова, пора и в азербайджанском информационном пространстве прекратить утверждать, мол, у Пашиняна, в отличие от Роберта Кочаряна и Сержа Сарксяна. Руки не обогрены кровью граждан Азербайджана. Руки Пашинян также обогрены кровью азербайджанцев. Июньские события 2020 года и 44-х дневная отечественная война свидетельствуют об этом. Пашинян должен понять, что он наравне с Кочаряном и Сарксяном ответит перед азербайджанским правосудием. Такая перспектива обяжет Пашиняна и его команду принять определенные шаги. Иначе он будет работать на провокации. Так скажем, будет мелким классическим гапоном, устраивающим провокации, чтобы столкнуть интересы Азербайджана и России, а также Анкары и Москвы. Помимо этого есть и иранский фактор. Так что думаю, что настала пора призвать его к ответу, резюмировал Раджабов.